Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги Иисуса Сына Сирахова Читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет Ну и смотрите, 16 глава вдруг заговорила о сотворении мира Вот удивительная книга, в ней такие житейские наставления Не дружи с богатым, он слишком для тебя велик И опасно тебе с ним дружить Не радуйся множеству детей, если они беззаконники и грешники Вдруг перемежаются такими высокими гимнами В конце 16-го у нас был гимн о сотворении мира Там были некие божественные энергии, я говорю современным языком Которые созвучны душам, стремящимся к Богу Прямо такая уже поэма космогоний Так что же человек Вот об этом 17 глава Целых 16 глав нам Иисус Сын Сирахов рассказывает Как живет человек в этом мире И только 17-й вспомнил, что он в этом мире откуда-то взялся И, собственно, это и дает обоснование всем его практическим наставлениям Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее Ну, рождение и смерть, да? Определенное число дней и время дал он им и дал им власть над всем, что на ней Время нашей жизни ограничено, но человек царь природы Да, как говорили в советские времена, но это из Библии, да, ему дана высшая власть над сотворенным миром А по природе их облег их силу и сотворил их по образу своему, то есть людей И вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы господствовать им над зверями и птицами Вот животные боятся человека, да? Он дал им смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения Исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло А значит, ответственность человека Он положил око свое на сердца их, чтобы показать им величие дел своих Да прославляют они святое имя и возвещают о величии дел его Он приложил им знания и дал им наследство закон жизни Вечный завет поставил с ними и показал им суды свои Вот смотрите, он дал человеку способность к нравственному суждению, к выбору, да? И одновременно дал суды, то есть дал закон, который описывает этот нравственный выбор Именно это и делает человека ответственным за свои поступки Величие славы видели глаза их, и славу голоса его слышало ухо Их такой торжественный оборот речи Это может быть про дарование завета на горе Синай, да? Когда люди действительно видели и слышали И сказал он им, остерегайтесь всякой неправды И заповедовал каждому из них обязанность к ближнему Вот суть закона, да? Пути их всегда пред ним, не скроются от очей его Каждому народу поставил он вождя А Израиль есть удел Господа А как? А что в Израиле нет вождей? Да сколько их было? Да, пророки, судьи, цари Очень разные вожди были Там Моисей вывел из Египта Потом были судьи, которые позволяли защититься от окрестных народов Потом цари возникли, да? Каждому народу поставил вождя А Израиль есть удел Господа А вот все эти вожди, они лишь заместители Господа Его наместники, да? Как посылают царь в какую-нибудь далекую провинцию своего наместника Но наместник не царь Он исполняет волю своего царя Или не исполняет Это уже к нему вопрос И это очень важно Потому что для многих народов древности Да и сегодня такое случается Вождь это бог Да, фараон это бог в Египте Ну, он по должности бог Римские императоры назывались божественными Правда из них половину были отъявлены мерзавцы И потом как-то опускали эту приставку божественную Применительно там к Нерону, Каллигуле и прочим Но если император попадался хороший То его и называли там божественной Август Вот А в Израиле не так В Израиле только Господь, вождь Все дела их, как солнце пред ним И очень его всегда на путях их Не утаились от него неправды их И все грехи их пред Господом Вот то, что мы видим, да? В этом тексте Что человек, во-первых, разумен Во-вторых, обладает законом В-третьих, израильтяне Личный удел Господа Это налагает на них обязательства Милостынь человека, как печать у него И благодеяние человека Сохранит он, как зеницу ока Смотрите, из всех деяний человека Называется только милостынь Только то, что он милостив к другим Наверное, потому что предполагается Что он ждет милости от Бога Вот как ты оказываешь милость другим людям Так и Господь может оказывать милость тебе Потом он восстанет и воздаст им Надаяние их на голову и их возвратит То есть мы не понимаем, когда это произойдет Но вот итог будет подведен И все получат по своим делам Но кающимся он давал обращение И ободрял ослабевающих терпений Если мы все получим по своим делам То шансы у нас, признаться, не очень А вот кающимся он все-таки дал обращение И ободрял ослабевших терпений То есть есть и путь покаяния Милостыня по отношению к другому И покаяние как способ исправить эту ситуацию О покаянии более подробно А что это такое? В церковь сходить? Или что-то более сложное? Ну, в церковь они не ходили Это еще Ветхий Завет до Рождества Христова Обратись к Господу и оставь грехи Молись пред Ним и уменьши твои преткновения Совсем от них, наверное, избавиться невозможно Но уменьши То есть очень важна динамика развития Возвратись ко Всевышнему И отвратись от неправды И сильно возненавидь мерзость Вот, собственно, на древнееврейском языке Слово покаяние — это буквально Тыщува, то есть возвращение Возвратись ко Всевышнему Ты отпал, вернись к Нему И сильно возненавидь мерзость То есть это еще и переворот в оценках Вот когда человек не просто удерживает себя Хватает руками за руки Всеми силами старается чего-то не делать Но когда он переоценивает Кто будет восхвалять Всевышнего в Аде Вместо живущих и прославляющих его От мертвого, как от несуществующего Не от прославления Живую и здоровую восхвалят Господа Это такое довольно общее место Обычно в Ветхом Завете Когда молятся к Богу о спасении То говорит праведник, что Мертвые тебя не восхвалят Поэтому оставь меня в живых Я тебя буду восхвалять А здесь это призыв к человеку Который должен раскаяться в своих грехах Не умирай Живи и хвали Господа Как велико милосердие Господа И примирение с обращающимися к Нему Не может быть всего в человеке Потому что не бессмертен Сын Человеческий То есть человек ограничен Но милосердие Бога велико Пусть оно тоже в человеке ограничено Потому что и человек ограничен Но однако очень велико Что светлее солнца? Ну и оно затмевается Затмение солнца мы все знаем И о злом будет помышлять плоти кровь То есть избежать греха полностью невозможно Но есть путь покаяния За силами высоких небес он сам наблюдает А люди все земля и пепел То есть солнце и его затмение Это некая такая прерогатива Бога А вот мы люди Как явствует из этой главы Мы отвечаем за то, что мы творим И понимая, что мы согрешили Мы можем покаяться Вот грубо говоря содержание этой части Интересно, что еще в Ветхом Завете Вот это, собственно, новозаветная весть Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие Здесь же есть и Царство Бога Израиль это удел Бога на земле У всех народов есть вождей А у нас Господь И идея призыва к покаянию Здесь ясно звучит И ответственность за свои дела И милосердие Божие Которое превосходит Вот эту нашу ответственность Смотрите, вот книга Иисуса Сына Сирахова Во многом уже предуготовляет Евангелие Не хватает только фигуры Христа А многие идеи есть, да Ну и следующая, 18-я глава Продолжит эту тему Что нам, бедным грешникам, делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok